Олег, как часто поливаете посевные косточки и семечки? Вообще не поливаю. Знаете как, было бы у меня время, я поливал бы хоть иногда. Поэтому последний раз со сливами пролетели. Знаете, когда в отчаянии человек берет кредит, это про сына, я-то знаете как, то одна пират, то другая, хотя я бодр, сверший, каждый день зарядка, но все равно возраст. А Сергей в отчаянии магазинчик открывает, и сейчас он его закрывает, потому что он остался в минусе, торговал два месяца, не рублянина торговал. Но это же почему? Да только потому, что как бы так разрываешься и делишься раз, не польешь. Пролетели со сливами, пролетели. А если регулярно все делать как положено, вот как Ирина, как часто поливаете? Хреново поливаем. Мой ответ. Иногда даже давление подскакивает. Не потому, что я на вас обиделся. Вопрос хороший, но знаете как, в душе обида сидит, что мы не тем занимаемся, чем должны заниматься. Сергей в магазине торгует. Ни один человек в СИЗОе, Никитиной в Красном Хуторе не согласился торговать за процент. Нет же никого, не может он за процент. Сергей по два месяца сам там торговал. Вот вам этот, выдающийся садоват будущий. Так, здравствуйте Валерий Концетин. А, нижний, минус двадцать. Стрека по колено. Ну двадцать это не смертельно. Так, мышей у нас много нет, слава богу, но зато есть, извините, мелкие рыжие садовые. Ох, их ненавидят. Особенно рыжие. Сама наблюдают, как тучами облепляют проклюнувшие костики и выедают в простающее зерно. Ну, я бы на них то же самое бы делал. Начиная с хвостика корешка. Это просто наблюдение за прородой в саду. Стал растить в саду, но сначала в одно-двухлитровых пакетах или пол-литровых стаканах. Думала, что опасности нет. Пришли те же рыжие, ой, чего я смеюсь, это трагедия. Пришли те же рыжие мелкие муравьи, подчеркиваю, не лесные, а крупные, а черно-коричневые, и сожрали семя доли. Вот. Так. Давайте так. Ольга, чтобы не было мне мучительно больно, за то, что я плохие советы даю или вредные, я разделяю сад на два. Первый – это сад в виде шковки или питомника. Это одно. Там перекопана почва. Муравьи их терпеть не могут, когда перекопана. Они любят, когда это замечал по количеству тлей. А в какой-то степени, то ли они от тлей зависят, есть тля, будут муравьи. То ли наоборот, тля от муравьи зависит, есть муравьи, будут тля. Это вопрос спорный. Что первичное, что вторичное. Я о другом. Вот он перекопанный, инзолета, с тяпкой, несколько раз все это пропалывается, пропалывается питомник. И пропалывается, и пропалывается. Там муравьям делать нечего в таком случае. Они как раз попадают под эту тяпку. Значит, они не могут не отложить яйца, ничего. Пля есть, но я рассказывал по-божески. Потому что большинство деревьев имеют какое-то... Будущее нормально растут, даже питомники. Эти саженцы, сеянцы особенно. Они не боятся тлей. Она их боится. А вот, допустим, в взрослом саду, там чем больше муравейников, тем лучше. Потому что деревья чистые, дырок нет. Я рекорд был 10 лет, когда это телевидение снимал. Или 13 лет, когда мы обнаружили с телевидением гусеницу. Прошло 13 лет, и Тимошка нашел гусеницу. Причем не в саду, нет. Мы ее сфотографировали. То есть у нас гусениц вообще нет. Нету. Я уже скоро забуду, как они выглядят. Такое впечатление. Понимаете? Вот что такое муравейник во взрослом саду. А в ваш случае, да? В ваш случае, вы только начинаете... Это школка. Там боитесь с ними как хотите. Тут я не специалист. Вот. Воюйте, пожалуйста, хитрите, выращивайте в пакетах, как угодно. Раз они их жрут. Вот. Но есть еще такие места, где они есть, где нету. Это зависит от биополя земли. Вы знаете-ка? Ой, я ни разу не говорил про, как я мерил биополе этих... Болях-то там, когда в лабазе был. Ой, нет времени. Того раз расскажу. Вот. Они еще зависят от того, какое биополе земли. Вот. Тут они есть, а в трех метрах уже нету. А восьми метрах есть, а в двадцати опять нету. Понимаете? Я, допустим, человек наблюдательный, а вы пока видели, что как они уничтожают вашу эти рассаду. Вот. Как вы будете с ними бороться? Я не знаю. Во взрослом саду трогать муравейники нельзя. Они никак его не могут уничтожить. Знаете? Так же, как вы построили дом. Представим себе, что мысль начала под ним нору рыть, и дом рухнул. Нет. Так и тут. Взрослое дерево, оно настолько защищает само себя, что чихало оно и на муравьев, и чихало оно и на плю. А у вас питомник, у вас даже не питомник, а школка. Вы в начале пути воюете? Раз уж так получилось. Раз себе доли жрут. Еще раз. Я отставил питомники во взрослом саду. Ой. Муравейники во взрослом саду. Чтоб меня не обвиняли в том, что это. Так. У Алексея тоже съедали. Только уже черные. Посадка костей кладенком. Да. Я так понимаю, я не буду открывать. У нас запрет от Антона Валерьевича Сафронова. Начинает сбиваться. Голос отстает от, или наоборот, от показа. Вот. Потом, или как-то умудритесь это скопировать. Это посадка костей кладенком. Это ценнейшая вещь. Вологи в этом году у садовода Полуэктова заплодносил абрикос. Выроченный из вашей кости. Правда, плосик был один, но красивый. Ой, ребята. Как бы это скопировать надо, не забыть. Так, с этого все и начинается. С одного плодика. А как вы хотели? У вас первая, она всегда первая. Вопрос ко всем, у кого много снега. Кто и как спасает абрикосы зимой от подопревания корневой шейки? Даже на холмах 30-40 сантиметров. Пока пришел к следующему. Привязываем сосновый лапник. Иголками вниз. Лапы от штамба. Защита от мышей, снега и льда у корневой шейки. Всегда хороший доступ воздуха. Лапник можно обгрызать. Обрызгать егтем. Вначале зиму утаптываем снег. После промерзания почвы можно привалить рыхлым снегом от сильных морозов. В марте по погоде откапываем. В марте по погоде откапываем абрикосы. Чуть позже снимаем лапник. У меня абрикосы на сливе. Проблем нет. Вот это да. Хочу попробовать вырастить из косточек. Заготовил холм. А на него уже 3-40 сантиметров снега. Вот и задумался. Ну что я скажу. Влад. Что я скажу, что это. Еще таких несколько этих самых толковых писем. Вы читаете и вместо меня отвечаете. Вот. Всем отвечаете. И все. Я свободен. Наконец-то займусь с детьми. Так. И вот какую-то ссылку. Вот. Вот. Вот я сейчас не могу открыть. А. Здесь фото. Если фото могу. Давайте посмотрим. У нас еще много времени есть. Если это фото. Что это не абрикос. И все. А что тут написано. Мне бы хотелось посмотреть. Мне бы хотелось посмотреть текст к нему. Какой-то. Ну как это называется. Как это называется. Как это называется. Так. Как туда обратно попасть. Мне всегда нравится, когда с помощью этого идет. С помощью текста сопроводительного. Так. Чуть выше выскочил. Так. Вот здесь мы остановились.